Фестиваль Манны Я приветствую вас на нем и хочу, чтобы вы были внимательны, потому что это важное учение на тему, что является величайшей угрозой для сатаны и для царствовать мы. Я недавно размышлял над этим, я читал Новый Завет и заметил эти слова. У меня сразу же возникло желание поделиться этим с вами. Сегодня я покажу вам, почему это оружие так опасно для врага. Я также покажу, почему оно так же важно в вашей жизни. Скорее всего, вы даже не представляете себе, что это такое. Мы знаем, что в Писании есть разное оружие верующего. Во втором послании к Коринфянам, 2 главе, 11 стихе, вот то место, которое я хочу прочитать, так вот, там сказано, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы или его методы и стратегии». У меня возникло три вопроса. Я размышлял над этими вопросами. Во-первых, каково величайшее духовное оружие? Во-вторых, каково величайшее оружие Бога? Опять же, скорее всего, это не то, что вы представляете. И, наконец, третье, что является величайшей угрозой для сатаны, что больше всего угрожает его царству. Опять же, я хочу, чтобы вы были внимательны, потому что это очень интересно и может оказаться совсем не тем, что вы представляли. Во-первых, каково величайшее духовное оружие? Мы откроем с вами послание к Ефесиным, 6 главу, и увидим, как Павел проводит аналогию между всеоружием Божьим и оружием и броней римского солдата. Мы не будем читать фрагмент из 6 главы «Послание к Ефесиным, чтобы сэкономиться время». Там говорится о поясе истины, об обуви благовествования миру, о вере, как о щите, о спасении, как о шлеме, а меч — это слово Божие. У меня уже было учение об этом. Это было масштабное учение, которое мы предлагали несколько лет тому назад. Мы использовали реплику брони, щитов и мечей римских времен. Это был один из самых популярных циклов, которые только выходили в нашем служении. Но Павел особым образом упоминает в 6 главе «Послание к Ефесиным» одно оружие, «а более всего, — пишет он, — возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого». Ефесиным 6 глава, 16 стих. Почему Павел говорит, чтобы прежде всего мы взяли щит веры? На это может быть несколько ответов. Человек не может получить спасение без веры. Человек не может креститься в Духе Святом без веры. Человек не может исцелиться в неверии, если он не просит и не верит в то, что Бог может сделать это. Если человек хочет получить сверхъестественное исцеление, ему нужна вера. Павел говорит в «Послании к евреям», а без веры угодить Богу невозможно. Вера — это одно из оружий, которое можно использовать как в защите, так и в нападении, чтобы продвинуться вперед, вы используете ее. Это и есть использование веры в нападение. Вам нужна вера, чтобы получить что-то от Господа. Но в то же время, чтобы защитить себя от любой атаки противника, которую Павел называет «раскаленными стрелами лукавого». Вам нужна вера. Раскаленная стрела — это мысль, которую используют как оружие. Эта мысль проникает в ваш разум и начинает сжечь. Вы не можете выбросить ее из своей головы. Вы ложитесь с ней спать, встаете с ней же и ходите с ней весь день. Вот что такое раскаленная стрела лукавого. Она постоянно горит в разуме человека. Сам Павел говорит в послании к церкви в Ефесе, что есть одно духовное оружие, которое крайне важно, и это вера. Давайте рассмотрим вторую часть, что является величайшим оружием Бога. Я сразу скажу, что величайшее оружие — это Слово Божие. Слово Божие может быть как оружием защиты, так и нападения. Вы можете атаковать им врага и защищать себя. Во время искушения в Евангелии от Матфея 4 главе и также в 4 главе Евангелия от Луки Иисус цитировал места Писания из Второзакония. По одному месту Писания на каждое искушение от сатаны. Эти три искушения в Евангелии от Матфея можно охарактеризовать как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Всякий грех попадает в одну из этих категорий. Сатана искушал Иисуса тремя этими мыслями, потому что каждая из них соответствует одной из категорий. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он применил против него три уровня искушений, которые использовал против всего человечества. Но каково же величайшее оружие? Мы можем подумать, что это Слово Божие. Но задумайтесь вот о чем на минутку. Когда вы имеете дело со Словом Божиим, то сколько людей в мире даже не знают о том, что такое Библия? Сколько людей никогда не слышали учения из Слова Божьего? Сколько организаций в мире, которые кормят людей в странах, где запрещена проповедь Евангелия? При этом это христианские организации. Они везут им еду и одежду, выкапывают колодцы. Я начал размышлять над этим, что является величайшим оружием. Обычно мы бы не назвали это оружием. Но если посмотреть на контекст, то это оружие. Так что послушайте внимательно. Лично я считаю, что величайшее оружие, какое только есть у христианина, — это любовь. Опять же, любовь — это характеристика. В послании к галатам любовь называют плодом духа. Но в то же время любовь является оружием. И вот в каком смысле. Я говорил об этом и считаю это правдой. Ни один человек не может сопротивляться любви. Иногда люди говорят, мы любим тебя и ценим тебя. При этом они говорят это не от всего сердца. Иногда их действия могут противоречить их словам. Но вот что вы должны учитывать, когда мы говорим о любви. Когда миссионеры едут куда-то и начинают выкапывать колодцы для людей из других религий, эти люди очень благодарны им. И они говорят, эти христиане так добры к нам. Они никогда не слышали учения о Христе. Но Иисус сказал, что нас узнают по двум вещам. Нас узнают по плодам, то есть по делам, которые мы делаем. И нас также узнают благодаря любви. Нас не узнают, потому что у нас большое собрание. Или потому что у нас на церкви есть кресты. И мы носим особую одежду по воскресеньям. Все это внешнее проявление для верующего. Они узнают о том, кто мы, благодаря тому, что мы любим друг друга. Павел даже сказал, что если вы будете делать все эти чудесные дела, кормите людей, одевать их, заботиться о нуждающихся, отдадите свое тело на сожжение, «Но у вас не будет любви?» «Вы медь звенящая?» «И кем вал звучащий?» Вернемся к первому вопросу. Величайшее оружие во всеоружии Божьем — это щит веры. Так говорит Павел. А величайшее оружие самого Бога — это любовь. Любовь покрывает множество грехов. Вы узнаете, что мы христиане, благодаря нашей любви. Мир узнает о том, что мы верующие, благодаря нашей любви. Иными словами, любовь побеждает все. Я встречался с людьми, которых мы бы назвали абсолютными грешниками. Они ничего не знали о Библии, но проведя с ними время, показав им безусловную любовь Христа, их жизни менялись. Я говорю это искренне. Это не я изменил их жизни, а любовь Бога. Хорошо, давайте перейдем к третьему пункту, какое оружие является самым опасным для сатаны. Задумайтесь над этим на минутку. Я отдам вам минутку для этого. Как вы сами считаете? Может, это молитва? Я знаю, что молитва — это, безусловно, оружие, и у меня нет сомнений. Может, это поклонение? Мы знаем, что Павел и Сила начали поклоняться и петь хвалу Господу в полуночи. Библия говорит, что их цепи спали, а двери тюрьмы открылись. Хвала способна открыть вашу клетку. Хвала выведет вас из той ситуации, в которой вы оказались. Или это проповедь Слова? Библия говорит, что проповедь Евангелия является ее родством для погибающих. Все эти вещи несут угрозу царству врага. Но я хочу показать вам то, что Дух Святой открыл мне. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали то, что я собираюсь сказать вам. Я покажу вам это на основании Слова Божьего. Одно из величайших оружий, которое больше всего угрожает царству тьмы, это сила откровения. Не книга откровения. Мы не говорим о пророчествах. Это откровение как таковое. Что же такое откровение? Это раскрытие чего-то скрытого. Я скажу так. Это когда у вас открываются глаза, и вы видите то, чего не знали ранее, с библейской точки зрения. Чтобы помочь объяснить вам, почему откровение от Бога это одно из величайших оружий для борьбы с силами тьмы, мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 12 главу. Павел сказал нечто важное там. Так вот мы посмотрим на этот стих. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны. Удручать меня, чтобы я не превозносился. Здесь Павел говорит о том, что его способности дар от Бога к принятию информации с небес, от Бога Отца, которая не была известна до этого или была сокрыта, привела к появлению ангела сатаны. Здесь говорится об ангеле сатаны, который удручает его. Это означает, что он буквально нападал на него из-за избытка откровений. Мы знаем, что те 14 книг, что написал Павел, а я, как и многие, предполагаю, что он написал послание к евреям также, богословы говорят, что апостол Павел передал церкви семь откровений, которые не были известны в Ветхом Завете. Они открылись с Павлом лишь в Новом Завете. Мы знаем, что одно из них это Вознесение, когда церковь будет забрана, а мертвые во Христе воскреснут. И случится это в будущем. Это было откровение, которое Бог дал Павлу. Он записал его в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Это 16 и 17 стихи. Первое послание Фессалоникийцам это первое из 14 посланий Павла в Новом Завете. Это было послание о церкви в Фессалониках, что в Греции. Это было откровение о Вознесении. Оно было скрыто в Ветхом Завете. Второе пришествие Мессии не было сокрыто. Правление Мессии на земле не было сокрыто. Тот факт, что он будет править из Иерусалима, не был сокрыт. Об этом говорили пророки в Ветхом Завете. Но Вознесение открылось лишь после рождения церкви, после дня Пятидесятницы, после того, как Павел стал лидером языческой церкви. Это откровение было настолько сильным, что сатана поставил ангела, чтобы атаковать Павла. Если вы не верите, что на него нападали, то вы не читали второе послание Коринфянам, одиннадцатую главу, где он перечисляет двадцать две вещи, которые случились с его телом. сатана использовал людей в деяниях, чтобы выступать против него, дабы его арестовали. Его побили камнями в листре, как мы читаем в деяниях, его били палками, он потерпел кораблекрушение, он провел день и ночь в море, представьте себе это. Слава Богу, что никого не съели акулы. Он также говорит об опасности от грабителей и от соплеменников, и таких опасностей было много. Откровение было настолько важным, что сатана решил лично напасть на Павла, чтобы помешать ему проповедовать в городах то откровение, которое он получил. Если посмотреть на то, как работает откровение, то откровение это когда вам открывается то, что не было известно ранее. Я приведу вам два примера из Нового Завета. Первый пример рождения Иисуса Христа. Мы знаем, что мудрецы пришли к Ироду после долгого пути. Они пришли в Иерусалим, во дворец и сказали, «Мы увидели звезду царя Иудейского на востоке, где он должен родиться». Ирод обратился к фарисеям. Они сказали ему, что царь родится в Вифлееме. Ирод даже не пошел в Вифлеем, чтобы поклониться царю, потому что он ощущал угрозу от любого, кто называл себя царем. Он убил даже своих сыновей, которых посчитал угрозой для себя. Позже мы видим, что ангелы поют на небе, мир на земле и в людях благоволение. Затем они приходят к пастухам и дают им откровение. Найдите младенца, который лежит в яслях. Но мы также читаем о том, что сатана побудил Ирода послать римских солдат в Вифлеем, чтобы они убили всех детей возрастом до двух лет. Откровение привело к атаке. Я повторю еще раз. Откровение о рождении Христа привело к атаке. Писание явно говорит об этом. Все дело в том, что откровение о рождении младенца царя несло в себе опасность. Другой пример мы видим 30 лет спустя в районе реки Иордан. Христа крестит его кузен Иоанн Креститель. И когда Иоанн крестил его на Иордане, как говорит Библия, небо открылось, и Дух Святой сошел на него в виде голубя. А голос с неба сказал, это мой Сын, в котором мое благоволение. Откровение Духа Святого состояло в том, что Иисус Сын Божий. И когда это откровение пришло, то сразу же после этого он идет в пустыню, где дьявол искушает его 40 дней и ночей. Некоторые люди предпочитают не иметь дела с откровениями. Но в то же время откровение это то, что меняет вашу ситуацию. Я хочу повторить еще раз. Откровение меняет вашу ситуацию. Многие из вас выросли в номинальных церквях, которые учили об искуплении через Иисуса Христа и водном крещении. Но это все, чему вас учили. Это все, что вы знали. Вас учили практической христианской жизни. А потом вы услышали послание об освящении, и вы узнали, что Бог может отделить вас от ваших привычек. Вы не знали, что существовало освящение. Это откровение помогло вам избавиться от привычек. Многие из вас, и так было с тысячами, в нашем служении начали понимать учения о крещении Духом Святым и дарах Духа, которые причислены в первом послании Коринфянам. Вам говорили, что дары прекратились, и тут вы говорите, постойте, почему все эти люди получают дары? Почему эти люди переживают все это? Бог открыл ваши глаза. И об этом говорится в послании к Ефесиным первой главе. И когда Он открыл ваши глаза, вы познали Духа Святого, и это изменило вашу жизнь. Когда вы пережили крещение Духом Святым, ваша жизнь изменилась. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Откровение открывает ваше понимание. Когда Господь дает вам знание о том, что вы не знали, это также меняет вашу ситуацию. Потому что вы получаете мудрость, чтобы справиться с проблемами и трудностями. это также раскрывает дела тьмы и планы противника. У меня нет времени, чтобы рассказать вам эту историю целиком, но я поделюсь ей вкратце. Много лет назад мне позвонил один человек, который был хорошо известен в служении. Я только вернулся из Израиля. И он сказал, «Я хочу, чтобы ты помолился в своей комнате, чтобы Господь открыл тебе что-то обо мне». Он дал мне свой номер. Оказалось, что в то время он жил в нашем городе. Я не знал этого. Я помолился полчаса, и Господь дал мне откровение. Он сказал, что этот человек в такой депрессии, что готов совершить самоубийство. Я позвонил ему и спросил, «Это правда?» Он сказал, «Да». Господь проговорил к тебе, «Что ты будешь делать?» Я сказал, «Я могу прийти и помолиться за тебя». Он дал мне адрес, и я пошел к нему. Я не буду называть его имя. Он уже с Господом. Это был известный человек. Он немного выпил, но не был пьян. Он ясно воспринимал наш разговор. У него был кризис. Он отвернулся от служения. Враг напал на него. Это напомнило мне историю про Давида и Саула, когда Саул напал на Давида. Мы вели разговор. Было очевидно, что Бог касается его сердца. Но внезапно в нем поднялся дух, и это не был дух Божий. И этот злой дух посмотрел на меня. Тогда мне был 31 год. Он сказал, «Ты всего лишь на два года младше его. Я нападу на тебя так же, когда тебе будет 33». Я подумал, «Ну, ничего себе! Откуда он знает, что мне будет 33 через два года?» Он не знал моего возраста. Я помню, что это так коснулось меня, что я поднял его с дивана и начал изгонять беса. Я сказал ему, чтобы он обратился за помощью. Он обратился в реабилитационный центр, и ему помогли. Позже он помог многим молодым людям оставить наркотики. У него был чудесный финал, а когда я сел в машину, то сказал, «Сатана, ты сглупил, когда сказал мне, когда нападешь на меня, потому что я буду готов». Где-то через полтора года я забыл о той ситуации. В мае мне исполнилось 33 года, и на меня сошел дух гнета и депрессии, которого никогда не было в моей жизни. Мне пришлось бороться с ним. В итоге я поехал на служение пробуждения и сказал, «Друзья, на меня напал дух депрессии». В тот вечер за меня молились люди, и позже он ушел. Но я забыл, что сказал тот бес. «Я не верю, что христиане, запечатленные Духом Святым, могут быть обладаемы бесами. Я не буду спорить об этом сейчас. Я знаю, что духи немощи и болезни могут атаковать тела людей, но Дух Святой защищает Дух человека. Но разум христиан может сталкиваться со стрелами врага. Бог помог мне, освободил меня. Но я хочу показать вам, что все это было связано с откровением. Враг раскрыл себя, когда сказал это. Я получил откровение, которым смог противостать. А когда я вспомнил, что было сказано, я атаковал врага откровением Духа Святого. Откровение Божие может изменить вашу ситуацию. Мы прервемся ненадолго. Я закончил восьмичасовое учение об Антихристе. Там вы найдете ответы на все вопросы об Антихристе. его царстве, его царях и о том, что будет в будущем. Я скоро вернусь. Никуда не уходите, потому что у меня есть объявление для вас. Пусть Бог благословит вас. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей Восьмой Империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. для семейного изучения писания. Один из служителей сказал, «Я верю, что Антихрист уже действует. Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так, но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ». К несчастью, эпидемия ковида изменила график поезда к нашего служения. Я написал четыре книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учение из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации, они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не все. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожидания. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрация еще продолжается. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсен Франклин и Джон Киллпатрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Иногда я бронирую место, куда я приезжаю уже через неделю или через две. Вы не узнаете это по ТВ. Итак, я приеду в Аляску в июне месяце. Далее мы вернемся в Техас, потом мы приедем в Луисвилл в Кентукки. Мы приедем в Западную Вирджинию. Мы не назначили дату, но скоро мы сделаем это. Мы вернемся во многие города. Друзья, мы увидимся с вами на этих конференциях, поэтому, пожалуйста, следите за нашим расписанием. До новых встреч и благословений! Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит. С 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс, Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perristown.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года. Редактор субтитров Корректор А.